Имам Хатыбы займутся распространением так называемого «умеренного ислама» в интернете. Таджикистан переходит на предоплатную систему в электроснабжении. В Душанбе дома сносят без компенсации. В Таджикистане 125 имам Хатыбов обучили навыкам работы в социальных сетях и приобщили их к интернет-технологиям. Специальные тренинги для них организовали власти страны совместно с Институтом по освещению войны и мира IWPR. Имам Хатыбам поручили создать свои странички в Фейсбуке и Одноклассниках для распространения так называемого «умеренного ислама», который будет соответствовать курсу нынешнего режима в лице Рахмона. Сотрудница представительства IWPR в Таджикистане Лола Алимова сообщила о радио Азади, что тренинги прошли в пяти регионах Таджикистана, к ним привлекли молодых имам Хатыбов соборных мечетей. Лишь у некоторых участников спецкурсов была скудная информация о соцсетях, но под занавес они просили тренеров обучить их работе на компьютере и планшетах, говорит Лола Алимова. Как сообщили другие организаторы тренинга, Совет улемов Исламского центра Таджикистана и Комитет по делам религии, упорядочению традиций и обрядов Таджикистана, в тренингах приняли участие имам Хатыбы соборных мечетей, где на пятничные молитвы собираются до тысячи верующих. Однако, как отмечают наблюдатели, данный способ внедрения умеренного ислама в умы людей вряд ли найдет поддержку среди населения Таджикистана, поскольку официальное духовенство уже давно потеряло влияние в народе из-за предательской позиции в отношении ислама, который пытается уничтожить режим Арахмона. Правительство Таджикистана поручило Министерству энергетики и водных ресурсов и энергохолдингу «Барки Точик» ввести новый порядок оплаты потребления электроэнергии. Среди физических лиц будет внедрена специальная расчетная система «Биллинг», основанная на предоплате. При наличии задолженности по истечению этого срока физические лица будут в обязательном порядке отключаться от электрических сетей. По утверждению правительства Таджикистана, данное поручение является одним из пунктов решения правительства об итогах экономического развития Таджикистана в первом полугодии и задачах на второй полугодии 2017 года. В документе отмечается, что Минэнерго и «Барки Точик» должны принять меры по вводу биллинговой системы и снижения энергопотерь и до конца года предоставить доклад в правительство. Речь, скорее всего, идет о чипированных электросчетчиках, которые в режиме онлайн передают показания о потребленной электроэнергии в единый биллинговый центр. В случае недостатка средств потребитель автоматически отключается от обеспечения электроэнергии. Однако, по мнению специалистов в сфере энергетики Анатолий Колесниченко, требование предоплаты за потребление электроэнергии станет настоящей проблемой для части населения, которая еле-еле сводит концы с концами. Суть биллинговой системы такова, что как только заканчивается средство, подача электроэнергии прекращается, но не все потребители имеют возможность вносить предоплату, и, возможно, прекращение подачи электроэнергии приведет к недовольству населения. Поэтому считаю, что данная система не будет приветствоваться простым народам, убежден он. Напомним, что, согласно исламу, все общественные блага, включая полезные ископаемые и производящие электричество ресурсы, являются общественным достоянием и принадлежат народу, и должны предоставляться населению бесплатно. Однако тиран Рахмон превратил Таджикистан в феодальное владение своей семьи, распродает на правой и налево территорию и ресурсы, обворовывает простой народ и продает ему в три дорога, принадлежащие ему же богатства. Во вторник в социальных сетях было распространено видео, на котором было видно, как работники аэропорта вместе с сотрудниками милиции, вооруженными автоматами и дубинками, судоисполнителями, с применением спецтехники пытаются снести дома жильцов на улице Мастангулова в Душанбе. В них проживают семьи Бекуловых, Даминовых и Умаровых. На видео слышно, как судоисполнители уговаривают жителей домов покинуть территорию, в ответ слышны возгласы, что жители никуда не уйдут из своих домов. На кадрах видна и спецтехника, которую подогнали для сноса домов. Вы сначала обеспечены жильем, что за беспредел устроили. Наши дома были законны в советское время и все 25 лет независимости и только теперь стали незаконно построенными, кричат жители на видео. Как сообщило информагентство Азия Плюс, что на следующий день корреспондент издания обнаружил, что данные объекты уже снесены. У нас здесь было несколько комнат, была столовая, СТО, большой сад. Взамен за все это нам предлагают лишь однокомнатную квартиру. Как я со своей семьей, а нас шесть человек и родителями, сможем там жить? Почему так несправедливо решается наше дело? Возмущается глава семьи Бекуловых. В тревожном ожидании находятся Умаровы и Даминовы. «Вчера здесь творилось что-то ужасное», — рассказала Матлюба Умарова. «Работники аэропорта, милиция творили беспредел. Брат чуть не попал под бульдозер. Мы не раз обращались к президенту и руководству города. Мы не знаем, к кому еще обращаться. Дети в страхе, взрослые в тревоге. После того, что они здесь творили, наши дети ночью не могли уснуть. Нам самим трижды вызывали скорую. У кого-то сердцем стало плохо, у кого-то подскочило давление». «Женщина отмечает, что в этих домах проживает более 45 человек. Всех нас хотят поселить в одной четырехкомнатной квартире. Как столько людей, а нас семь семей, могут поместиться там? Говорят, если не хотите, вон пустырь недалеко, там построите дом. Разве сейчас легко построить дом?» — вопрошает Умарова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok